То Бог ели, яко Бог наш. Звучит песня. Звучит песня. Евангелие – это главная книга всего человечества, в которой сокрыты тайны, есть ответы на вопросы. Это правда? Евангелие – это действительно так. Мы еще Святой Письмо называем книгой «Життя». Эта книга нас учить жити. И поэтому, читая эту книгу, надо стараться и втёлювать в життя ее. Есть притча в Священном Писании про зерно, которое кидается в землю. И для того, чтобы оно принесло достойные плоды, эта земля должна быть готова к принятию этого Божественного слова. Каждое богослужение церковное, оно вместит в себе момент, когда читается Священное Писание, Евангелие, Деяние Святих Апостолов, послание Святих Апостолов. Нередко и старозаповедные книги читаются. До этого нужно быть готовым. Есть такая благочестивая православная традиция в церковных людей – это письмо слушать не только в храме, но и читать его дома. Поэтому, собираясь на воскресное богослужение или на святковый день, было бы непогано, а даже и похвально перед службой открыть Евангелие, которое сегодня будет в храме читаться, и прочитать его, то есть подготовиться. Бывают такие нередкие моменты, когда акустика в храме, або храм великий, я могу там далеко стоять, можно не слушать, когда читается Евангелие. Там стоять, напрягается и слух, а так ты уже дома прочитаешь, ты уже будешь ловить смысл. То есть будешь готовым, будешь участвовать в богослужении. Воскресный день для православного христианина, он начинает проходить не так, как будний день. Истинно верующая людина, церковная, в святковый день или воскресный, она раньше проснется, чем будний день. Для того, чтобы и свои молитвенные правила виконать, и прочитать саму рывок из святого письма. И потом и заранее прийти на службу, заранее, перед службой. Потому что эти слова, которыми начинается божественная литургия, благослови на царство, я их должен почуть. То есть прийти на початок богослужения. Перед службой вы решите эти вопросы с просфорками, свечками, записочки за здравие, за упокой. Это все должно быть до початку богослужения сделано, а не в период. Воскресное Евангелие, которое мы будем читать и читать в воскресенье, которое наступает, оно нам рассказывает про воскресенье сына Найинской вдови. Апостол Лука повествует это поведение. Иисус Христос со своими учнями подходит до городу Найин, из которого выходят похоронная процессия. Мати хорона своего единого сына. И до того же она еще и вдова. Она осталась без жидкого родича. То есть трагедия очень большая для нее. И Господь, видя ее страждания материнские, он подходит и остановит похоронную процессию. Хочу остановиться на том, что схитный обряд похоронения, в частности у евреев, в старом заповедении, в часе Иисуса Христа, говорил про то, что ховать нужно именно в тот день, когда людина померла. То есть до захода сонца треба було все ритуальные обязанности сделать. До покойного торкаться нельзя, а те, кто торкался, считали нечистыми 7 дней. Иисус Христос. Иисус Христос торкается этих насилок, торкается у мертвого. Женка говорит, не плачь, а юноши говорит, встань. И в тот же момент, после Божественного Слова Спасителя, душа вертается в тело, юноша воскресает. И, как апостол Лука говорит, он отдаёт его его матери. Иисус Христос. Он очень часто откликается на страждание близких нам людей, нам хочется их как-то втешить, допомогти, зарадить им в их неприятностях. И мы тоже говорим, не плачь, говорим, заспокойся, все будет хорошо, не переживай и так далее. Для того, чтобы эти слова были действенными, их нужно подкрепить и дíлом. Спасатель сказал матери, не плачь, и воскресил ее сына. То есть уже доказано было и дíлом. Если мы просто говорим слова, не подкрепляю их реальными делами, то это часто остается просто пустыми словами и ничего они не значат. Лишь в окремих випадках, когда между людьми есть духовный связок, только в этом случае слово имеет силу. Потому что ты понимаешь, что людина всей душой, всем сердцем, всем своим внутренним и своим чувством переживает тебя, страждая с тобой. И слова не плачь, не переживай, они имеют сенс и великое значение. И они просто проникают в самодушу и сердце, и являются таким утешением и отрадой для людей. Для остальных людей нужно стараться именно, чтобы свои слова мали продолжение и в делах. Так же самое, как мы читаем Евангелие, это слово Божие, слово Життя, которое тоже не должно оставаться пустым, безплодным зерном в нашей души. Прочитавши Евангелие, почувши это слово Божие, оно должно и через наш образ жизни втелиться и в реальные поступки, чтобы жизнь наше стало евангельским, чтобы воплощать себе евангельские заповеди, евангельские истины. Это и будет той образ плодородної земли, в которую зерно впавши приносит плоди. Когда действительно на прикладе образа життя православной люди не видно, что то, что она прочитала, то, что она почула, она так и живет, и она старается так и втеливать в своем жизни. Говоря про воскресенье, Святое Письмо в собі зберігає вісім таких випадків. Три воскресенья мертвих ми читаємо в книге Старого Заповіту, там, де пророк Ілія воскрешає сина померлого Серебцької вдовиці. Потім його ученик Єлисей також воскрешає юношу. І ще один старозаповідний випадок, коли тіло мертвої людини упало і так ненароком торкнулося до костей уже померлого пророка Єлисея воскрес, та людина воскресла. І п'ять воскресень Нового Заповіту. Казалось би, чого так мало? Повернувши людину із мертвих до життя, близькі люди получали велику отраду. Так само ця наїнська вдова. Вважайте, що вона, залишившись без чоловіка і без сина, вона була приречена на нищету. Жінки того часу не працювали, вони трудилися тільки по дому, по домашньому господарству, а чоловіки забезпечували сім'ю всім необхідним. Навряд ли в городі Наїн це була єдина вдова. Це був великий город. І тому багато людей, які залишилися і без родичів, і без засобів до існування, і кожен нуждався в тому, щоб і його батька, чи сина, чи якогось іншого родича воскресити. Але цих воскресінь дуже мало. І ще дуже примічательно то, що і цей син Наїнської вдови, і Лазарь, якого Господь воскресив, і дочка Іаїра. Хоча вони були воскреслі, але через якийсь деякий час вони померли. Все ж таки врата смерті вони пройшли. То все було тимчасово. На якийсь період времені Господь вернув смерті в життя, але все одно цей порог, який кожна людина переступає і входить в вічність, кожен повинен переступити. Оці приклади воскресіння, про які нам говорять Священні Євангеліє і книги Біблії, являються лише образом будучого воскресіння. І Господь цим прикладом показує, що Він істинний начальник життя і хазяйн смерті. Йому починяється і життя, і смерть. Даже хтось із святих сказав, що смерть у Господа Ісуса Христа, вона на послушанні. Вона тільки йому починяється. І лише Він благословляє времена і сроки для кожної людини, скільки кому жити, як жити і так далі. І час смерті Він тільки у Бога відомий. Господь Ісус Христос в Євангелії до нас звертається такими словами. Я є істина, і життя, і воскресіння. Лише в Господі можна відчути справжнє життя. І жити по Євангелію, по заповедях євангельських, ми тим самим втілюємо, приймаємо в себе ці божесні слова як істину. І вони на нас мають таку благодать виконатися. Істинним переможцем смерті є тільки Христос. В цьому весь сенс і торжество свята Пасхи, коли ми святкуємо світле Христове Воскресіння, це перемогу Христа над смертю, яку Він дарує кожному із нас, кожному віруючому православному християнину. Воскресіння Христове, воно стосується не тільки Його, не тільки Бога. Це те, що Він зробив і хоче подарувати кожному із нас. Обов'язок кожного православного християнина, кожного воскресіння – бути в Храму Божому, приймати живу і активну участь в богослужінні, відкрити свою душу і серце, все своє людське єдство на зустріч у Божому Слову, яке здатне вдохновити нас на добрі і благородні справи, більше того, дарувати нам життя вічне. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд!